Всем привет! Меня зовут Алиса. Я здесь от компании Typical. Может быть, с кем-то из вас я уже общалась, но мы тогда назывались Talent Dealers. Вообще-то мы собираем продуктовые dream team, и мы такие немного идеалисты. Мы очень хотим, чтобы все всегда было по любви. Сейчас. Не скролится. Мы помогаем проектам находить именно тех людей. То есть мы хотим, чтобы люди приходили на задачи, которые их мотивируют не за деньги, и скорее под свои ценности, и которые позволяют им самореализовываться. И точно так же мы хотим, чтобы проекты тоже звали людей не как ресурс, а скорее как человека, который усилит команду и дополнит. Мы считаем, что в этом наша сила находить вот этот идеальный мэч. Но основная проблема происходит тогда, когда люди не понимают, каким образом рассказать свою историю, чтобы завлечь тех людей и найти свою команду, и найти свой продукт, и как рассказать о себе. Изначально вообще, когда я задумывала вот этот доклад, я подумала, а не слишком ли это банально, потому что все умеют писать резюме, все когда-то это делали. Но учитывая то, что я регулярно получаю на почту очень много документов, которые абсолютно не структурированы и не доносят ценность, и не могут рассказать о человеке так, как он сам бы это сделал, если бы он при личном контакте общался, то очень страшно пропустить того человека, для которого эта задача, на которую он приходит, будет действительно драйвовый. Поэтому мой доклад, он, наверное, не про то, чтобы как-то стандартизировать и подогнать под какие-то регламенты и требования с нашей стороны, а скорее про то, как рассказать о себе так, чтобы вас точно заметили, не пропустили, особенно в тот момент, когда вы чувствуете, что вот это оно, и у вас сейчас будет химия с проектом. Я недавно вернулась из американского трипа, и поскольку я очень много сейчас езжу, я часто сталкиваюсь с ситуацией, что я прихожу и вижу, что у меня куча всяких разных гаджетов, и я не могу их подключить в розетку, потому что есть просто вот эти вот расхождения. Так вот, примерно, когда я вижу резюме в почтовом ящике, у меня такое же ощущение, что как бы все нормально, специалист может быть классным, у него могут быть классные компетенции, но это не то, что мы ищем сейчас, потому что в первую очередь хочется увидеть и почувствовать вот это вот совпадение, когда ты чувствуешь проект, ты знаешь, что это за задача, и в этот же момент у тебя что-то такое кликает, и ты понимаешь, что ага, этот человек, вот он там про монетизацию, например, или он про проверку гипотез, про скорость, и в этот же момент ты понимаешь, что у тебя точно такая же задача. И вот ты находишь этот мэтч, и у тебя что-то кликает, когда у тебя, например, есть правильная вилка и правильная розетка. Вот такое мы получаем на почту довольно часто. Предлагаю вам рассмотреть мое резюме. Реализовал множество проектов запуска услуг и сервисов для клиентов. Это на самом деле одно из сопроводительных, которое я взяла просто из почты. И основная его проблема в том, что глаз не цепляется ни за что. Вот сегодня на Product Camp будет разговор с Анной Наумовой, с которой мы недавно записывали подкаст. И она там рассказывала, что если ты приезжаешь в Америку, то конкурентная среда настолько высокая, что вот это вообще никак не прокатит. Потому что у тебя есть одна минута на то, чтобы запичить какую-то историю о себе, причем эта история должна попадать в те ценности, которые нужны компании. И, соответственно, люди очень четко готовятся к тому, чтобы рассказать именно ту историю. Я не пропагандирую вот тот подход, что мы все там про что-то одно, и должна быть четкая логика в резюме, она может быть одна и единственная. Я скорее говорю о том, что прежде чем отсылать любое письмо и свое резюме, тебе нужно проанализировать ту вакансию и ту задачу, на которую ты хочешь прийти. И написать об этом. Для того, чтобы глаз цеплялся, и ты понимал, ага, это вот оно. И я могу сказать, что 90% тех историй, которые к нам приходят, не укладываются в логику. Вот. И... И у тебя создается ощущение, что это все про разное. И я понимаю, что чаще всего может быть так, что у человека действительно есть огромное количество того опыта, которое он хочет донести через свое десятистраничное резюме, но все-таки стоит отсеивать то, что не подходит под конкретную задачу, на которую ты приходишь, и рассказывает только самое важное. Я взяла выразки и такую квинтэссенцию из тех вакансий, с которыми мы работали, и выделила самое основное, такую суть, которую вы, по сути, можете выделить из любой вакансии, которую вы находите где-то на Headhunter. Смотри, вот в первом случае мы... Это была... А, это вакансия, с которой мы работаем сейчас. Мы ищем взрослого опытного менеджера внутреннего продукта, и здесь основной акцент на том, что это внутренний продукт. Нужно будет объединять процессы в единую систему. То есть я просто знаю, что там есть много стейкхолдеров, то, что нужно уметь общаться в большой корпорации и уметь взаимодействовать именно по тем стандартам. И, соответственно, когда мы будем формулировать для себя внутренний профиль вот этого кандидата, мы будем либо искать, например, человека с опытом менеджмента внутреннего продукта либо какого-то B2B-решения. А во втором случае мы ищем... Мы вот тоже искали человека, который будет запускать направление и уметь проверять market feed, может как-то драйвить проверку гипотез, смотреть, все ли в порядке с текущей моделью монетизации, если что, что-то менять. И, соответственно, когда мы получаем две разные задачи, мы понимаем, что под это нужны два разных человека. Один и тот же человек может, безусловно, совмещать и то, и другое, но при этом, если вы хотите, чтобы вас сразу же заметили, то стоит сделать акцент именно на тех компетенциях, которые подтверждают тот профиль, о котором идет речь в вакансии. Я сформулировала те внутренние критерии и стандарты, по которым мы обычно идем, когда получаем вакансию какую-то в работу и начинаем искать человека под нее, и хотела поделиться с вами. Но я, безусловно, хочу сказать, что это не единственные стандарты, которые там могут быть, потому что это то, что мы на своем опыте сформулировали для того, чтобы каким-то образом стандартизировать этот процесс. Мы очень не любим вот эту формализацию, и когда есть какие-то формальные требования, условные стандарты, это не последняя инстанция, но, тем не менее, для того, чтобы как-то понять, а что мы вообще хотим видеть в человеке, мы для себя сформулировали это вот так. Первый пункт, о котором я хотела сказать, это логика в резюме. Если вы не заложили логику в резюме, то ее не сможет увидеть никто другой, потому что даже если она там есть, логика перехода из одного проекта в другой, логика смены позиций, то лучше как-то ее отразить и пояснить. Например, в первом случае, где мы видим, что человек из позиции джуниора вырос синьера, или из тимлида вырос в продакте через проджект, то все понятно. Если есть какое-то интро, где человек формулирует, а кто он, например, опытный продакт-менеджер финтек, и рассказывает, что все проекты, которые он проходил, были именно в финтеке, либо он сформулирует четко свои компетенции, что он умеет работать с боттлнеками, либо развивать команду, то все понятно. Но если не прослеживается логика при перемещении между разными позициями, то возникают вопросы. Очень часто нет конкретных формулировок. А это значит, что человек не рассказывает, чем он конкретно занимался, он скорее пытается отразить несколько позиций названий должности, что он ищет, и то, и другое, и третье, и готов заниматься тем, и тем, потому что его опыт достаточно широк. Но если мы говорим о какой-то конкретной позиции, то возникает вопрос, а зачем он рассказывает нам все, что он делал в принципе. Если за канцеляризмами и какими-то обязанностями, должностными инструкциями не прослеживается понимание того, чем вообще человек занимался, ну, например, сформировал команду, может превратиться в то, что за 4 месяца человек нанял 5 разработчиков и стал делать релизы каждые 2 недели, это более понятно. Либо он вырастил метрику, либо в его присутствии продукт вырос, до какой-то прибыли или до какой-то определенной метрики, это тоже стоит отразить в цифре, и это то, что сразу же говорит о том, что человек понимает, на что он работал и зачем он вообще был в этой компании. Часто мы сталкиваемся с тем, что получаем 7-страничные резюме. Если опыт составляет менее 10 лет, то, вероятно, это все можно отразить на одной или трех страницах. И еще лучше, если хочется рассказать подробнее, просто дать ссылку. Что я имею в виду под сменами вектора движения? Если есть какие-то перерывы в карьере, либо хочется обозначить, почему произошел переход от одной сферы деятельности к другой, из одной индустрии во вторую, то лучше тоже дать пояснение. Следующий момент — это про сильные кейсы. Мне хочется сделать акцент на том, что в разных компаниях с продуктовыми задачами могут работать специалисты с разными названиями. Условно, у вас может значиться project, но при этом, если вы работали над какими-то денежными метриками или увеличением счастья пользователя, соответственно, лучше тоже стоит сделать акцент на том, какие конкретно задачи вы закрывали и с каким конкретным результатом, потому что это, в принципе, все понятно, но лучше сразу это прояснить. Если должность не соответствует задаче, это тоже вызывает вопросы. Если вы подаетесь на задачу product manager и при этом у вас указано, что это project, то это вызывает ощущение, что это совсем не целевой человек, хотя это может быть не так. Опыт со своим стартапом часто отражает готовность работать быстро и поэтому тоже является сильной стороной. Еще имеет смысл поговорить про рост показателей проекта, потому что если при вас продукт вырос сильно, вы тоже можете усилить свои позиции именно за счет этого пункта. Очень интересный момент по поводу зарплатных ожиданий, потому что я бы рекомендовала их не указывать, потому что в зависимости от того, на какую задачу вы идете и чем вы будете заниматься, вы можете ожидать разное количество этой мотивации. И в то же время, если вы не знаете рынок и не хотите провести какое-то исследование или просто не знаете, каким образом оценить и указываете зарплатные ожидания ниже рынка, то это тоже вызывает вопросы, хотя, возможно, этого можно избежать тем, что вы просто оставите этот пункт непоясненным. По структуре очень важно, чтобы не было ничего лишнего и основное позиционирование, то есть где вы описываете, что я менеджер продукта с проектами в FinTech и с достижениями вот этими и вот этими, и с компетенциями, и сильными сторонами в каких-то конкретных вещах, то все сразу становится намного проще, и вы можете указать это как интро к вашему резюме, в котором все остальное будет прописано через структуру с буллетпоинтами и разметкой, где будет много глаголов в действии и подтверждений того, что вы делали с цифрами, и увлечения точно так же могут дополнить ваше позиционирование. Если вы рассказываете о себе как о человеке, который работает в отрасли FinTech, вы можете дать ссылку на статьи, которые касаются финансов или чего-то еще, это тоже будет усиливать ваше позиционирование. Мне захотелось обобщить все это и сформулировать шесть пунктов, по которым можно проверить ваше резюме и посмотреть, насколько оно действительно соответствует той вакансии, на которую вы оставляете отклик. В первой части стоит посмотреть, есть ли понятная история развития, которая говорит о том, что вы все это время последовательно шли, чтобы оказаться на этом месте, для того, чтобы у читающего резюме человека появилось ощущение, что да, действительно, вы тот самый, кого стоит позвать сюда. Второй момент — это достижение цифры, конкретика и емко сформулированное CV. Третий — это пояснение смены вектора движения, когда есть обоснование, почему вы перемещались из вашего маркетингового бэкграунда, например, в продакт-менеджмент, и с помощью каких инструментов вы приобретали те или иные навыки. Четвертый момент — это сильные кейсы и акценты на свои проекты или стартапы, или профильное образование, потому что если у вас указаны какие-то образовательные проекты или курсы, которые не соответствуют тому позиционированию и не усиливают его, это тоже может быть проблема, потому что возникает ощущение, что человек не понимает, зачем он это делает. Пятый момент — зарплатные ожидания, про которые я тоже проговорила, что стоит их не указывать, если вы не понимаете, сколько вы стоите на рынке, сколько стоят ваши услуги. И шестой — это четкая структура, отсутствие грамматических, орфографических ошибок и язык действий, а не шаблоны и канцеляризма. Мне хочется показать удачные примеры, которые приходили к нам на почту. Я сразу поясню, что я буду идти не по стандартному 20-минутному плану, а я продолжу чуть-чуть, потому что потом у нас будет в последние 5 минут задание, я хочу вас попросить тоже поучаствовать и посмотреть на резюме, и каким образом можно было бы его усилить. Вот этот пример я очень люблю, потому что здесь есть понятное интро, где указан бэкграунд человека, он подается на вакансию онлайн-курсы для программистов, и он сразу же говорит о себе, что он в прошлом разработчик, а сейчас продукт, и вот у него вот такой опыт. Он описывает свои ключевые экспертизы, он говорит о цифрах вот здесь, и в целом возникает ощущение упорядоченности и структура. Это тоже кусок из его резюме, здесь просто обозначены сертификаты, которые у него были, и они все соответствуют тем моментам, которые описаны в его резюме. Например, он работает с командами, и здесь мы видим, что у него есть курс по работе с корпоративной культурой, ну, точнее, с командной культурой. Он пишет, что он был волонтером на конференции, потом, что он знает, пишет эссе, что тоже показывает и характеризует его как человека активного, увлекающегося предметной областью. Следующее резюме тоже отражает, точно так же имеет personal statement, то есть это такое интро, где человек описывает свою специализацию, и то, на чем у него есть вот этот вот узкий фокус. Точно так же bullet-поинтами показывает, какие у него есть достижения, чем он занимался. Еще здесь есть момент с описанием профиля деятельности его компании. Это позволяет очень быстро просто просмотреть, в каких компаниях работал человек, в каких индустриях. Я говорила про образование, и образование тоже должно усиливать позиционирование. Если нет говорящего вуза в названии, например, точнее, говорящего названия вуза, то этот момент можно куда-то сместить, а если есть математическое или бизнес-образование, либо еще что-то, этим тоже можно усиливать резюме и делать на этом акцент, подчеркивая. Personal interests здесь тоже отражают то, чем человеку нравится заниматься, его мотивацию. Я еще хочу сказать про сопроводительные письма. Сопроводительные письма должны цеплять и сразу же доносить то, почему ценность человека под продукт, можно сказать, неопровержима. Это была та самая вакансия для онлайн-курсов в HTML Academy. И здесь человек писал, что он продукт-менеджер с богатым опытом в этой роли и в роли разработчика. Он интересуется сферой онлайн-курсов и в том числе по программированию. У него есть опыт менторства разработчиков и продакт-менеджеров. И тут сразу понятна мотивация человека и то, почему он откликнулся на эту вакансию. Это отклик на ту же самую вакансию, но от другого человека. Здесь очень похожая история, и я тоже обожаю, как человек ее донес. Он говорит о своем опыте, о своей мотивации и о том, что он провел еще исследование, прежде чем откликнуться на эту вакансию. Он поговорил с людьми и узнал, что очень рекомендует конкретно эту компанию и уже после этого написал сюда. А здесь такие антипримеры. Я не хотела, чтобы здесь был виден текст. Мне скорее хотелось показать, что это одна из семи страниц резюме, которое пришло на почту. Здесь нет структура, здесь нет каких-то цифр и достижений, и поэтому возникает ощущение, что просто человек не сделал свою домашнюю работу, хотя, возможно, это классные специалисты. Ужасно не хотелось бы его упускать. Это тоже кусок из реального резюме, где я убрала название компании. И хочу спросить, какая основная здесь проблема вообще в целом? Вот, например, есть несколько мест работы, и какие бы вы сделали комментарии, увидев такое резюме? Что он там делал, в чем был профиль компании? Я его выписала, опять же. Может быть, что-то еще конкретно вот здесь? Да, то есть нет понятного куска с закрытой задачей и с цифрами. Да. Точно так же нет интро, где понятно, почему человек переходил из одной роли в другую. И у меня возникает, опять же, вопрос. Почему человек переходил из таких разных бизнесов, как портал «Агентская сеть», потом «Мобильный оператор», потом «Крупный классифайт», и возникает ощущение, что человек просто не понимает, куда ему двигаться, как ему вообще интересно, и это директор по продуктам. То есть это действительно резюме, ну, реальное резюме. здесь еще есть немного другие проблемы. Вот какие вы выделили бы основные? Это разные позиции на русском, на английском написаны. Да, это то, что я тоже говорила, перечисление через слэш. Это довольно странно. А по поводу обязанностей, вот как можно было бы переформулировать так, чтобы резюме было сильным? Ну, вот, например, выявление слабых мест для дальнейшего развития. Да, нет конкретики. Можно было бы написать, что я выявил столько, такие-таки слабые места и усилил их вот этим. И это привело к такому-то результату и показать через конкретную метрику. Определил стратегию развития. Стратегию развития чего? И к чему это привело? То есть вот любую из этих формулировок можно усилить и сделать так, чтобы она работала на вас, на подтверждение вашего позиционирования. Здесь абсолютно все то же самое. Опять же, не было никакого интро, нет понимания, в каком бизнесе работал. Ну, точнее, ладно, это был розничный бизнес, но я убрала название компании, и здесь не было пояснения, что это была за компания, в чем была основная задача, и что это была за работа, с какими клиентами это была. Вот. Это все тоже такие классические проблемы. И точно так же мне хочется рассказать об общем алгоритме, который я сформулировала во время подготовки этого доклада, каким образом можно сформулировать свое резюме так, чтобы оно вызывало вот это ощущение четкого мэча. Первый шаг — это найти вакансию, которая действительно драйвит, и сформулировать профиль. То есть на основе вот этих вот базовых вещей, которые описаны в вакансии, нужно понять, а какого профиля кандидата вообще хочется в этой команде видеть. и потом уже идти от этого. Смотреть, какие пересечения есть конкретно у вас, какие кейсы доносят то, что вы тот самый человек. Третий момент — это описание позиционирования под вакансию. Это как то самое интро, о котором я рассказывала, что вы продукт-менеджер с ключевой компетенцией в том-то и в том-то, и это должно подтверждать вот это ожидание по профилю кандидата. Четвертый шаг — это убрать все лишнее и, по сути, выделить основные моменты, которые доносят, что вы можете представлять ценность конкретно этой компании. И необходимо написать сопроводительное с указанием точек пересечения. Мне кажется, что важно еще донести, почему вы идете туда, потому что я не очень верю, что можно делать свою задачу раз за разом и сохранять мотивацию. И поэтому очень круто, когда помимо вот этих пересечений еще указаны точки роста. Я иду к вам, потому что я хочу научиться вот этому, а вот вас я научу вот как какой-то другой вещи, потому что это ключевая вещь. И нужно перепроверить себя по всем этим пунктам, которые обсудили. И вот в этот момент возникает ощущение, что это наш кандидат, и конверсия очень сильно увеличивается, вы переходите к интервью. Мне все равно хочется спросить, есть ли у вас вопросы. Я понимаю, что у нас осталось довольно мало времени. Если у вас есть ощущение, что у вас не получается сформулировать свою историю самостоятельно, вы можете прийти к нам, и мы поможем с этим. Можете просто прислать свое резюме для того, чтобы перепроверить, увеличилась ли конверсия или нет. Как вы относитесь к видеорезюме, насколько вы работаете с этим сегментом презентации? Ни разу не было. Вообще никогда никто нам не прислал видеорезюме, но мне кажется, это было бы довольно забавно. Ну, например, такое типа Тильда, или там, допустим, свой собственный сайт, на котором ты там, не знаю, сделал крутую анимацию, прям красивенькую, расписал все проекты, прям все, ты офигенный. Да-да-да. Ну, тут же все зависит не от инструмента, через который ты доносишь ценности, а от того, доносишь ли ты ценность. Если ты на сайте, класс. Ну, мы всегда смотрим все материалы, которые мы можем собрать о кандидате и еще спрашиваем рекомендации у других компаний. Поэтому если этот сайт визитка, хорошо, что человек заморочился и все это собрал. Если там действительно что-то полезное. Если там вода, то в этом нет смысла никакого, точно так же, как в простыне с HeadHunter. Но это скорее зависит от ценностей. Уже несколько раз вы сказали, что в простыня HeadHunter, но это же основной канал сейчас по поиску работы, к которым обращается как компания, так и частные лица, кто ищет. И там нет возможности сделать вот такие там многие акценты, которые вы сказали, потому что есть шаблон. Но это массовый инструмент, в который заходит, ну, то есть онлайн рынок, скажем, кандидатов и компаний. Ну, вообще это очень сильно зависит от того, какого уровня позиция, потому что я бы сказала, что нам приходят скорее целевые лиды из других источников. То есть люди, которые действительно соответствуют. Какие, если не секрет, источники? Потому что в моем круге, в котором я сейчас нахожусь, это HeadHunter, это основа, где большинство вакансий, в IT-сфере очень много вакансий, проекта, продакта. И там очень легко искать именно, если ты, например, приезжаешь из какого-то региона в другое, то это первое, куда ты пойдешь, это HeadHunter. Ну, это правда, он действительно массовый, но я больше всего люблю VC.ru, Telegram-чаты, и еще хорошо работают обращения в компанию, если говорить с точки зрения кандидата, что если есть понимание, что я хочу работать именно с той командой, можно обратиться к ней напрямую. А вот как у вас по регионам? Так, вопрос. То есть вы со всеми регионами хотите работать? Да, мы работаем. Акцент на Москве. В Москве, да. И это, как вы сказали, первые визии. VC.ru. Я просто... Ну вот просто опыт кажется, что все равно основные игроки, крупные достаточно, и, кстати, банковские секторы, они как-то больше HeadHunter смотрят. Ты им напишешь прямое письмо, где оно затеряется в HR-ах, куча революции. Надо смотреть конкретную индустрию индивидуально, конечно, я не спорю. Но сейчас скорее я больше склоняюсь к тому, что интересные вакансии более уровня senior либо CPO скорее можно найти в других источниках. Но если мы говорим, например, о вакансиях уровня junior и о больших корпоративных компаниях, то они однозначно будут публиковать их там в том числе. То есть это очень зависит от того, что это за вакансия. И если говорить про конкретный шаблон HeadHunter, в нем нет ничего плохого, но главное, чтобы через вот этот шаблон тоже было отражено и свое позиционирование, и достижение, и чтобы это все было сделано емко. То есть главная структура и не инструмент. Может быть, еще есть какие-то вопросы? Добрый день, Тимур. Меня зовут. Подскажите, пожалуйста, а вот из социальных сетей вы же тоже, наверное, тянете информацию и делаете заключение. Какого рода заключение? На что обращаете внимание? И если есть заключение, какое-то привести в пример? Заключение в смысле... Допустим, мы приходим на страницу кандидата, и что мы там видим, на что мы смотрим. Если кандидат указывает свою социальную сеть, то есть ожидание, что человек сейчас продемонстрирует что-то из своего опыта там. Там будут либо какие-то профессиональные статьи, и соцсеть будет частью своего бренда. Бренда как специалиста. А если там что-то, что относится только к личной жизни, то это может быть каким-то дополнением и указать на пересечение в ценностях. Ну, условно, я бегун, я бегаю на длительные дистанции, и, соответственно, я более стабильный человек, чем тот, кто этого не делает. Ну, условно. То есть может быть такое заключение. Но в большей степени интересно, как это отражает какую-то профессиональную ориентацию. То есть что человек интересуется темой, ну, условно, психологии, рационального мышления, там еще чего-то, саморазвития. Может быть, еще какие-то вопросы? Продолжая с темой соцсетей, это все-таки сейчас такой маст, что нужно обязательно дать какой-то референс, потому что у тебя должен быть бренд, и если у тебя там какие-то закрытые соцсети, ты странненький. Или нет? Ну, я бы сказала, что нет, потому что не все должны быть одинаковыми. Наше название «типикал» сейчас отражает то, что хочется, чтобы каждый скорее слушал себя и что ему хочется, и усиливал свои сильные черты. Если для человека некомфортно быть социальным, то его ничто и никто не обязывает к тому, чтобы это делать. Но через социальную сеть можно донести какие-то свои основные представления о жизни, и это просто дает понимание картины мира человека. Поэтому это круто, на мой взгляд. Просто удобно. Привет. А насколько у вас популярен Glassdoor или LinkedIn? А Glassdoor в каком смысле? Ну, там есть просто разные компании, которые публикуют вакансии. Насколько оттуда приходят сотрудники? Так, это ресурс Glassdoor. Я не знаю, что это. А, не знаете? Нет. Тогда LinkedIn. Это Glassdoor. Это международный, скажем так, портал для поиска работы. То есть ты можешь посмотреть после презентации. Круто. Я посмотрю. Спасибо. Да, именно. Это самый большой плюс. Ну, тут, наверное, стоит сказать, возможно, почему мы этого еще ни разу не делали, потому что мы, когда обычно берем в работу какую-то вакансию, мы очень много задаем вопросов тем, кто с нами хочет работать. И нам важно, чтобы в проекте было все хорошо, чтобы ожидания от кандидата соответствовали нашим представлениям о том, как человек будет и может работать. И мы часто отказываем компаниям, которые не готовы сформулировать на входе свои цели на 3-12 месяцев или не готовы снизить ожидания и нанять не пилота космолета, а реального человека, который будет замотивирован решать эту конкретную задачу. Алиса, можно еще вопрос. Володя Яновс с вертикали. У меня двойной вопрос. С одной стороны, с точки зрения кандидатов, которые уже на высоком уровне и которые ищут топ-менеджерские позиции, то есть так называемый executive search, какие советы им можно дать, то есть как они, ну то есть они не будут размещать в режиме, скорее всего. Это с одной стороны, а с другой стороны, опять же, с точки зрения работодателя, которые тоже топ-менеджеры ищут, каким путем правильно идти? Ну вот это как раз то, с чем работаем мы, потому что у нас в основном вакансии уровня синера СПО и здесь основная сложность со стороны работодателя возникает тогда, когда он хочет сформулировать, во-первых, кто ему нужен, профиль, и проверить, а есть ли эти компетенции. И поэтому наша особенность в том, что у нас есть фреймворк, по которому мы оцениваем hard skills и soft skills, мы помогаем компании сформулировать, что ей нужно, а кандидату посмотреть, где у него есть слабые места, которые можно дотянуть, в чем его сильные стороны и дать обратную связь, самое главное, куда с этим можно пойти или как с этим можно развиться. И, соответственно, если отвечать на вопрос, какие рекомендации могут быть одной и другой стороне, это, наверное, больше и лучше формулировать, что ты хочешь. Как компания, кто тебе нужен, если ты не можешь это сделать самостоятельно, соответственно, можно там прийти к нам либо за консалтингом куда-то к человеку, который уже такую задачу делал. То есть больше фокуса. И кандидату, если это синий РСПО и он ищет какую-то executive позицию, тоже задавать больше вопросов, собирать больше какого-то фидбэка по работе конкретно с этой командой и сформулировать для себя, что я хочу и есть ли у меня для этого какие-то кейсы. Может быть что-то еще? Ну хорошо, если вопросов нет, то вы всегда можете написать нам, прислать свое резюме на валидацию и получить обратную связь и провести свое мини-исследование. Спасибо.